Дольщики компании «Умстрой-2001» обжаловали прекращение уголовного дела в отношении застреленного Виктора Берга. Напомним, 10 февраля в Омский уголовный суд вместе с делом Берга поступил ряд жалоб от дольщиков, не согласных с прекращением уголовного преследования убитого. С начала рассмотрения этих жалоб операционной комиссии было назначено на 3 марта, но когда поступили новые обращения, дело вернули в Куйбышевский районный суд. Напомним, тело Виктора Берга с огнестрельными ранениями было найдено 14 октября в лесополосе рядом с герметологическим центром. Спустя две недели уголовное дело в отношении убитого было прекращено судью Сергеем Москаленко, и тогда же несколько дольщиков заявили, что обжалует это решение. Берг обвиняется в растрате, преднамеренном банкротстве и других преступлениях. Экс-директор мостовика Олег Шишов прибыл по этапу во Владивосток, где его доставили в следственный изолятор. Олег Шишов обвиняется в пособничестве и в растрате 2 миллиардов рублей при строительстве Приморского океанариума. Так как строительство велось на Дальнем Востоке, и там же хранились документы, Куйбышевский район из Сутомска решил направить бизнесмена во Владивосток. Добавим, в пути от Москвы, где бизнесмен длительное время находился в СИЗО, до Владивостока Олег Шишов провел не более месяца, несмотря на то, что сам ранее говорил о дороге длиной в два месяца. Первое судебное заседание состоится в Владивостоке 17 марта. В Омском отделении пенсионного фонда предупреждают о недостоверной информации, которая распространяется в социальных сетях и по СМС. В объявлении призывают прийти в пенсионный фонд и написать заявление на получение страховых взносов в виде единовременной выплаты. Сделать это нужно до 1 марта. Как рассказали в ведомстве, омичи буквально обрывают телефоны горячей хрени после получения таких сообщений, однако они не соответствуют действительности. Главными страхами россиян остается война и экономические проблемы, показал опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения. Аналитики зафиксировали снижение опасений реальных конфликтов и реальных действий, но они по-прежнему актуальны для 67% россиян. В то же время фиксируется рост обеспокойства относительно экономических проблем, внутренних конфликтов и преступности, стихийных бедствий. Индекс страхов потери работы за месяц незначительно изменился. Также респонденты опасаются проблем со здоровьем и трудностей с получением медицинской помощи. Как и прежде, семья остается надежным тылом. Семейные конфликты, разрывы с близкими кажутся наименее вероятными, отмечают социологи. Скорее всего, во внешней политике. Это на более актуальные темы. На данный момент в мире. Если будут улучшения внешней политики, соответственно, внутренние проблемы наши уйдут. Я боюсь за свое здоровье, потому что в условиях нашего экономического кризиса в России очень тяжело стало работать. Почему? Потому что работа делаешь за двоих, за троих, платят минималку, соответственно, никакой жизни, никакого здоровья с утра до вечера на работе. И плюс постоянно стресс. Стресс, напряжение, то есть зарплату не платят, соответственно, есть кредиты, есть какие-то обязательства, да, свои, которые нужно там оплачивать и жить дальше. Я боюсь экологии, потому что экология влияет на здоровье. Да, люди, все бросают все. И, в принципе, нефтяной завод, выхлопы и так далее. За будущее, наверное, это и политики относятся тоже, потому что от нее зависят наши подрастающие поколения. Элементарная война, которая нас пугает сейчас. Во-первых, страшная ситуация в самой области. Нет никаких активов, как зарабатывает население. Покупальская способность, население падает в разы, предпринимательство умирает. Чего еще? Чему радоваться? Вот этого и боимся. Что никакого прогресса нет не только в области, но и в стране в целом. Плюс того, что мы не чтобы идти на какие-то контакты с Западом, мы, наоборот, с ним ссоримся. Ищем какие-то нюансы для того, чтобы вообще со всеми разругаться. Внешняя политика никакая. Политика президента тоже никакая. Вот этого я и боюсь. Ну, страх, наверное, только перед экономическим состоянием страны больше. То, что у нас в стране происходит с денежной валютой ситуация. То, что происходит с Западом, странная ситуация. Ну, а так, страх, я не знаю. Особо страха, наверное, большого такого нет. Я думаю, что наше правительство все-таки справится с этой ситуацией. И то, что у нас сейчас есть. И в ближайшее будущее, я думаю, что у нас ничего особо не изменится. Суд признал обоснованными требования отделения по Умской области Сибирского главного управления Центрального банка России о признании банкротом Мировбанка. Представители Центрального банка рассказали в суде, что лицензия Умского банка была отозвана за неисполнение обязательств перед клиентами и нарушение закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. После того, как жалобы поступили в ведомство, его сотрудники проверили и подтвердили указанные факты. Процедура конкурсного производства введена на один год до февраля 2017 года. Напомним, с 21 января регулятор отозвал у Умского Мировбанка лицензию на осуществление банковской деятельности. С этого же времени в банке назначена временная администрация во главе с представителем Центрального банка. В 2015 году водительские права получили на 22% меньше россиян, чем годом раньше. Как сообщается, категорию «Б» в прошлом году получили около полутора миллионов россиян. Кроме того, россияне стали покупать значительно меньше автомобилей. Если в 2014 году зарегистрировали примерно 2,5 миллиона машин, то в 2015 всего около одного миллиона. Эксперты и представители «Авташком» связывают произошедшее с кризисом. Многие участники рынка отметили, что конкуренты стали демпинговать. Стоимость обучения снижают и на 20%, и на 40% по сравнению с докризисными показателями. Между тем, вместе с ценами падает и качество обучения. В феврале имеет шанс войти в пятерку самых теплых вторых месяцев года за весь период метеорологических наблюдений, проводимых с 1888 года. По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха в Омске превышает норму на 6 градусов. В ближайшие дни температура воздуха на территории региона днем будет повышаться от 0 до плюс 5 градусов. В субботу, 27 февраля, при прохождении атмосферного фронта, пройдут осадки смешанного характера, усилится ветер, температура немного понизится, но все равно останется выше нормы. В антикризисном плане есть все, кроме денег, констатирует коммерсант. Уже после принципиального согласования проекта антикризисного плана, министр финансов Антон Силуанов напомнил коллегам по Белому дому, что из 250 миллиардов рублей средств на его исполнение у правительства есть лишь 120 миллиардов рублей антикризисного фонда. Остальные деньги можно получить лишь правкой бюджета, либо из резерва, находящегося в распоряжении президента Владимира Путина. Попутно Минфин предложил сократить расходы антикризисного плана и вычеркнуть из него пункты, снижающие доходы бюджета. Дискуссия по антикризисному плану может переместиться на апрель 2016 года. Как чувствуют себя пенсионеры в кризис и чего им можно ждать от власти в будущем? Такими вопросами задается московский комсомолец. Результаты, проведенных экспертами Высшей школы экономики и исследований, увы, неутешительные. Впервые за 15 лет реальные доходы пожилых россиян начали неуклонно снижаться. Если не принять системных мер, в перспективе пенсионеры в массе своей могут оказаться там же, где пребывали в конце 90-х, в глубокой нищете. Из 144 миллионов россиян 34 миллиона получат пенсии по старости. Почти каждый четвертый средний размер пенсии по старости с 1 февраля 2016 года составляет в России около 12 тысяч рублей. Средняя задача среднюю он учитывает пенсии депутатов, министров, высокооплачиваемых менеджеров, военнослужащих и прокуроров, и пенсии в библиотекаре и уборщиц. Минпромторг разработал законопроект, разрешающий продажу алкоголя в магазинах, расположенных около социальных и спортивных объектов, сообщают коммерческие вести. Из законодательства предлагается исключить понятия прилегающих территорий, в пределах которых магазинам и кафе запрещено продавать алкоголь. В соответствии с федеральным законом о регулировании рынка алкоголя, с 2012 года спиртные напитки запрещено продавать в детских, образовательных, медицинских организациях, на культурных, спортивных, военных объектах, рынках и вокзалах и прилегающих к ним территориях. По словам экспертов, сейчас радиус границ устанавливают региональные власти, которые могут составлять от 10 до 1000 метров. Также в законопроекте предлагается смягчить лицензионные требования розничной продажи алкоголя для общепита. Умской крепости нашли подрядчика. Об этом на своих страницах пишет газета «Четверг». В субботу на портале закупок появилось название компании, готовой реконструировать культурно-исторический общественный комплекс «Умская крепость». Этой фирмой стала ООО «СК Омградстрой». Реконструкция Омской крепости подразумевает реставрацию шести существующих каменных зданий постройки середины XIX века с приспособлением их под современное использование. Из-за проблем с поиском подрядчика пришлось перенести сроки окончания работ на середину августа 2017 года. Итоги конкурса будут официально проведены 4 марта.